Мы обсуждаем план работы. Уже много раз мы вносили наши проекты законов, поправки, регламенты, другие, чтобы улучшить процедуру проведения заседаний. Вот в первом созыве Государственной Дома была чёткая формировка в регламенте, что лидер фракции получает слово вне очереди. Ну какая разница залу? Всё равно же вам сидеть здесь. Вот Зюганов ушёл, Миронов ушёл. Я должен сидеть и ждать, так сказать, когда я получу слово, там семь человек и так далее. Это во всех парламентах мира. Мы должны совершенствовать законодательство хотя бы о самих себя. Поднять роль парламентской партии как таковой. Наши заявления никакой силы не имеют. Их должны распространять все средства массовой информации немедленно. От имени парламентской партии. Это же орган власти. Мы удивляемся, что не смогли нашу делегацию принять в Вашингтоне. Только здесь мы как сами к себе-то относимся? Даже в этом зале. Вот видите, поредел зал. Всё, уже люди ушли. Почему? Да неинтересно им. Неинтересно. Пошла рутинная работа. И в других парламентах, в принципе, то же самое. Я не говорю, что это особенность нашего парламента. Но вот выборы закончились. И три парламентские партии говорят, что мы не признаём результаты выборов в Кемеровской, Ростовской и справедливой России ещё хочет в Башкирии. Какова реакция? Это срочное заседание ЦИК и немедленно заставить пересчитать бюллетени в этих трёх регионах. Три парламентские партии говорят, не признаём результаты выборов. Но реакция какая? Да никакой. Мы направим жалобы, нам ответят, что оснований для пересмотра нет. Замечания, которые имелись там, какие-то нарушения, они несущественные. Они не могут повлиять на исход выборов. Но ведь это же и привело к Болотной. Вот так вот говорили 20 лет, а теперь, не знаю, мучаются. Вчера сотни солдат мёрзли на холоде и офицеров внутренних войск. Вдруг они пойдут на Кремль. Вдруг какой-нибудь ЧП. Вот армию мы можем бросить на возможный разгон демонстраций. А решить всё в зале заседания, хотя бы слово давать, и чтобы звучала позиция парламентской партии, это нужно сделать. Мы поднимали вопрос, и глава государства, когда был Медведев, согласился, внёс проект закона. Потому что вы даже президента не уважаете, лидера своей партии не уважаете. Мы три фракции потребовали право отзывать членов участковых комиссий. Вы же понимаете, почему мы требуем отзывать их? Потому что они легли под администрацию, их запугали, их подкупили. И никакого толку от нашего участия в участковых комиссиях нету. Нету. И то же самое с наблюдателями. Я уже не говорю о насилии в отношении депутатов Государственной Думы. Полиция не понимает, а депутат, можно и шею свернуть. Нету иммунитета настоящего, так сказать. Это мы должны всё разрабатывать здесь и принимать. Фракция ЛДПР ещё раз внесёт внимание депутата Диденко, Нилов. Что вот преимущество лидера фракции парламентской в выступлениях при обсуждении любого закона. Всё равно он выступает от имени фракции. Ну дайте ему первому и всё. Ну ушёл Зюганов Миронов, и я бы уже ушёл. У нас же полно дел. Совсем понятно, что первое лицо в какой-то организации переполнено нагрузкой. Я согласен. Я поддерживал выборы на 8 сентября, на 1 воскресенье. Но практика показала, что у депутатов, у аппарата, у всей страны есть дети. У детей школьные каникулы летом. Ну что же мы портим всей стране, так сказать, летние каникулы? Ну июль, август самые благодатные месяцы для всего. А мы говорим, нет, давайте участвовать в выборах. Ну я сидел всё лето в Москве и ездил в регионы. Дальше что? Всю страну так посадим. Власть сама злит против себя всю страну. Все же губернаторы сидели на местах. Все мэры, все чиновники, вся администрация, все журналисты, все политологи. Мы всех заставили работать в самое благоприятное время. А весь мир гуляет, отдыхает. Чего мы такие упертые? Чего мы хотим нанести вред здоровью наших граждан? Итак, пьём отравленную воду, гадость. Пища плохая у всей планеты. Но дайте возможность отдохнуть. Я повторяю, это связано с детьми. Связано с тем, что семья есть семья. Депутат мог бы поехать отдохнуть в октябре, в ноябре. Но что должны делать летом члены его семьи? Поэтому я вынужден изменить позицию. Мы тоже будем требовать перенести на весну. Освободите лето и осень. Лето отдыхают, а осенью занимаемся нашими осенними делами. В советское время всегда были выборы в марте. Все знали. Всё было чётко известно. Март ещё холодно. Давайте первое воскресенье апреля. И опять мы излагаем эту позицию. А решение кто-то примет в каком-то кабинете. Никто не уважает нас с вами. Чё мы ждём уважения за границей, когда здесь три фракции, сейчас, может быть, даже Един Россия, согласятся перенести единый день голосования на первое воскресенье апреля. И освободить лето для поддержания здоровья наших граждан. Мы же сами уменьшаем продолжительность жизни. Меньше всего живут в России, вы понимаете? У японцев камни, острова, камни, ничего нету. Восемь лет все живут. У нас вот меньше семидесяти. За что? При таких условиях, когда есть у нас огромные природные ресурсы. Вот так работают. То помещик заставлял трудиться день и ночь. Теперь сами себя. И сами смеёмся. Ведь даже власти выгодно хорошее настроение граждан. Но чего хорошего, если всё лето должны заниматься выборами? Всё лето. Все аппараты, все миллионы людей не пошли отдохнуть. И мы злим. Заставляем людей ненавидеть власть. Это скапливается с десятилетиями. А потом прорывается. Скажут, да, были деньги. Было много денег. Больше, чем за всю историю России. А люди выходят и протестуют. Вот много денег в Москве. Самый упакованный в мире город. А они 600 тысяч пошли и голосовали за Алёшу. Бомж, блогер, мальчишка. Нигде не работает всё. Это протест власти. Это не его защита. Он никому не нужен. А протестуют против тех событий, которые происходят. Потому что нас никто не видит и не слышит. Всё закрыто. Никаких дебатов. Всё как это УКВ, подпольное радио, подпольное телевидение. И объявляют, у нас идут дебаты. Всё открыто, всё прозрачно. Так не пойдёт. Давайте законодательство менять и учитывать позицию половины парламента. Спасибо от фракции КПРФ.